Во всем мире 21 января отмечается один из самых необычных праздников – Международный день объятий. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему земному шару. Согласно традиции праздника, заключить дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека. О том, почему людям так нравится обниматься, расскажут наши корреспонденты. Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора. Неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея – празднование 21 января. И почему выбрана именно эта дата? Считается, что инициаторами праздника являются студенты. В филиале Кубанского государственного университета в городе Славянске на Кубани день объятий проходит по-разному. Мы устраиваем различные акции, флешмобы. Особенно, когда ездим в лагеря, у нас дети очень часто ходят просто с надписями «бесплатные объятия», потому что этого не хватает и это вызывает море положительных, приятных эмоций. Мне кажется, он был основан для того, чтобы человек мог поделиться какими-то частью своей души эмоции с другим, передавая ее в объятиях и тем самым как-то делясь своей радостью с человеком, своими эмоциями. Ну, объятия, они сами по себе полезны, потому что это хоть и на немного, но создает какие-то приятные ощущения человеку. Ну, я думаю, что придумали, чтобы какую-то частичку радости дарить людям, потому что эмоции всегда дарят положительные, какие-то флюиды, не знаю, распространяют, и обнимашки, я думаю, это хорошая вещь, которая поможет поделиться радостью с близким человеком, поднять ему настроение. Ну, согласно легенде, был такой мужчина Хуан по имени, который прибыл в Сидней, и ему настолько было одиноко, у него был такой вот эмоциональный период очень низкий, и ему не хватало вот этого всплеска эмоций. И тогда он вышел на площадь Сидней с табличкой, что «Подарите мне объятия», и на что люди откликнулись к нему, стали подходить, его обнимать. И с этого времени, то есть с 70-х годов, начался праздноваться этот праздник. Сначала он праздновался в США, потом он распространился по всему миру. Именно в этот день парни и девушки заключали свои объятия друг друга по-дружески. Психологи считают, что люди, которые стремятся обняться, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. Праздник сам по себе хороший, каждый человек должен поделиться чуточку своей добротой. Это моё мнение, у каждого человека оно разное. Может, кому-то и не нравится этот праздник. Мне лично нравится то, что, возможно, какой-то человек мне незнакомый подойдёт и обнимет меня. Объятия вообще как бы нужны, я считаю. Для нас в нашей жизни очень мало нежности, любви и понимания. Я считаю, этот праздник вообще нужен для нас. Поэтому будем обниматься, целоваться. Мы обнимаем друзей и родных при встрече. После разлуки обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Самое приятное, что этот праздник не требует никаких материальных затрат. Стоит лишь щедро наградить своим объятием. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова